добрый вечер друзья и с вами новый выпуск drag times дайджест экспресс новости да с вами эспрессо сергей и латте артемий латте до капучино при нежной тащи на губах артемий американо нет я с дагестана всем привет как обычно мы пришли к вам с миллионом новостей только если в прошлый раз мы были довольны потому что август подарил нам много прекрасных новостей то сентябрь и первая неделя октября оказались очень даже такими подарили нам во первых депрессию во вторых мало хороших новостей но мы что-нибудь придумаем будем сейчас из пальца высасывать из поршня вот здесь написано в идее рассказать про шоу drag times гараж давай расскажем про него короче мы везде где могли рассказывали про это шоу в телеграм канале на всех платформах stories в сообществе а вы спросите а что за шоу шоу называется drag times гараж в чем его суть спросите вы мы с серёгой нашли донора и собственно зарубились успею ли я из этого донора сделать некий тюнинг проект который в дальнейшем и разыграли и собственно наверняка если вы смотрите этот выпуск уже и вручили победителю наверняка если смотрели тачку на прокачку то эта передача покажется вам знакомы знаете нет ничего лучше чем прокатиться в крутой прокаченной тачки да но только если в тачке на прокачку машину уродовали и вешали телевизор в бампера мы сделали качественный хороший тюнинг это не просто тюнинг проект это не я в гараже уродовал шкоду это мы привлекли лучших специалистов на нашем рынке там был и гоша турботек всеми любимый мы поставим в 10 ламборгини урокан и прекрасный prime club который сделал из обычной шкоды прекрасную шкоду суперскую шкоду диски у нас топовые power wheels и выхлоп декина тормоза троника там стоят в общем мы забрали всех лучших специалистов с нашего рынка затолкали к нам в передачу и сказали давайте творить а уж что получилось и что там было в процессе вы можете узнать посмотрев наши выпуски вконтакте ну или если это игорь и созволит просишь без уважения посмотреть спец выпуск на ютубе однако самая самая полная картина это вот туда соцсеть в к перейдем к новостям давай начнем с прекрасного потому что есть пара прекрасных новостей новость номер один новая бмв x2 ладно шутка да это не самое прекрасное прекрасно это альфа ромео 33 страдали был такой когда-то в свое время автомобиль альфа ромео 33 страдали сделали всего 18 штук сейчас альфа ромео сделала автомобиль 33 страдали но сделай 33 штуки тоже жадность видимо не позволила повторить тираж 18 машин чем он примечателен ну во-первых я считаю что это тема слизаного ferrari которая сделала подразделение икона который будет делать ремейки машин своих популярных новые для самых обеспеченных клиентов и я считаю что у альфа ромео их нового подразделения которое назвали боттега получилось лучше чем у ferrari которые сделали дайтону sp3 и она была отчасти вдохновлена знаменитый ferrari 330 p3 дробь 4 который вы могли видеть фильме например ford против ferrari красивейшие округлые такие женственные можно сказать очень чувственные формы очень красивая машина а вот дайтона получилась такая угловатая немножко несуразно то в этом случае альфа ромео сделала гораздо лучше они не стали слишком сильно переосмысливать а просто сделали тот же самый силуэт ту же самую фактически машину просто на новом технологическом уровне с новой светотехникой какими-то новыми там материалами получилось просто бомба при том что вот это сама базовая 33 страдали очень похоже на ту ferrari p330 по технике все понятно все круто карбоновый монокок мотор в 6 который является мотором в 8 ferrari без двух цилиндров который мы видели в джулии форсированный что 20 сил естественно стоят они 5 миллионов долларов и все уже распроданы есть электрическая версия которая никому я думаю не нужна может клиент выбрать или электрическую или бензиновую машину а эти могу дополнить в реальности да то есть был выбор и самое смешное что они все распроданы и пока ни одного заказа именно электричество есть не то что а реально никто не выбрал электричку ха-ха если у вас нет денег на эту машину то идите на автору который до сих пор нам не платит за партнерство хотя мы в каждом божьем ролике упоминаем и и ищите там alfa romeo 8c тоже очень красивая лимитированная машина с мотором от ferrari 430 scuderia но намного вообще на базе и сделано да очень тоже такая круглая сексуальная со временем будет только дорожать гарантирую это слушай а это вот прям сигнал с неба ты вспомнил про ferrari в 430 а его дизайнер создатель фрэнк сивенсон он еще макларен p1 нарисовал то есть чувак такой шарящий он сделал обзор на вот эту альфу я знаю ты его смотришь он очень интересный момент и подметил во первых нельзя с ними согласиться что необычно для современного рынка гиперкаров все какие фары делают чтобы как можно злее как можно больше на мои похожи вот такие вот какие-то чем все щурится все куда-то смотрят хмурится альфовцы красавцы они решили не будем следить за тенденциями потому что мода уходит стиль остается поэтому они взяли старую альфу и просто такие же фары преобразили в диодный вид там добавили может быть даже чуть слишком много элементов но в общем за это респект фрэнк сивенсон он заметил одну деталь которая мне тоже теперь не уходит из взгляда не могу про нее забыть они на капоте выдавили форму в виде вот этого шелда альфа ромео и они говорят что это фирменный стиль теперь во всех новых альфах вот будет такой капот казалось бы крутая фишка но конкретно именно на этом автомобиле потому что он уже настолько красивы это выглядит как будто знаешь вот овердрессит есть такой термин да или даже не овердрессит если мы уже говорим про fashion про details про фабрик и это все он дизайн и я бы сказал что это after thought потому что они сначала как будто бы нарисовали машину таки блин нужно какая-то фамильная фишка и как будто сверху налепить и вот он даже своих рендерах он убрал просто с капота эту деталь и стала прям вообще бомба но насколько я слышал он минимум изменений внес в этот рендер что является большой редкостью обычно перекраивает и это при том что он считает а вот эту первую 33 страдали настоящую одной из красивейших машин как бы современности то есть трибют можно сказать полностью удался в салоне кстати обратил внимание что старшие стра феррари они вот побольше всего на руль до стараются эти как пошли от обратного и полностью убрали там не тебе магнитолку не отрегулировать не в бортом компьютере покрутить чтобы человек думал только о вождении когда у него в руках этот ладный бублик потому что они понимают что макларен и умеют делать и не за феррари повторяю это за маклареном если серьезно тачка крутая можно на нее только в картинку посмотреть если кому-то повезет и он будет летом где-то в дорогих курорт отдыхать может даже и прокатиться она там где-нибудь перед казино в монако ну то есть только девушки нас смотрят длинноноги ну да а так в остальном наверное просто крутая тачка и вот есть другой вариант премьеры ты очень хотел про нее рассказать я про все хочу синие да есть вторая премьера полная противоположность автомобиля которую мы сейчас называли это новый zikr mega zikr интересный перескок я думаю раз мы говорим о прекрасном тому сначала скажем про новый x2 но раз нет так нет zikr сделал пушку конкурента tesla model s plate в своих тизерах маленьких вот этих презентационных до роликах они активно троллили теслу и в ходе презентации троллили тоже потому что они заявили что цифры которые tesla заявляет в своем разгоне до ста это с рулаутом один фут what the fuck is this i don't know ахитрицы серьезно да да то есть даже микро разоблачение такое сделали такой хейт толк да или как называется вот искали что у нас рулаут меньше и типа мы чуть быстрее то есть они хотят выбить спесь из тесла но интересный подход выбери так сказать самого большого босса и бей по нему да все остальное понятно там более мощный электромотор общая мощность там почти 1300 лошадиных сил а из интересного еще чтобы я хотел подменить во первых это марка zikr принадлежит концерну джили и мы знаем что джили еще одновременно выпустил еще одну модель и которая сегодня тоже расскажу последователи или 3 и вот если лотус учили ездить англичане то джили сам учил есть эту машину они поставили 4 электромотора то есть не 2 один на зад один на пельта 4 из-за этого у них до супер торк векторинг типа они могут всю чуть ли не мощь послать на одно колесо и хардвейр то есть железо и программное обеспечение для этого софтвер на то есть этот парень я вижу подкован да они сделали in house они сделали сами короче китайцы сами делают быструю электромашину все никого ни у кого не учится поэтому интересно как она будет валить на треке в том числе понятно там прибавилась уродливая абсолютная аэродинамика потому что видимо дизайн они тоже делали сами и режим краба естественно куда без него когда машина крутится на месте как танк теперь все хаммер задал новые стандарты для дебилов ну ты же лицемеряешь это все равно будет быстро и быть может по прямой на жирная корова электрическая рада не а чё я же ничего не говорю что она суперская просто вот у нас на глазах возникла к этому новый артефакт новая автомобильная цивилизация для нашего там не знаю те кто живет больших городах особенно московские жители жены не раз видели зикарма по правде не такой уж и маленький такой прям плотный сбитый если он еще и тяжелый будет такой же прям это больше какой-то по намере отсылает мне кажется чем какой-то тесли не спорю может быть посмотрим есть же еще люсит сапфир тоже не нужны сидни раз нравится на сид тема мы кстати не разу не ждали люсит это как они сами себе позиционирует tesla 2.0 да это во первых американский производитель во вторых они в отличие от тесла не делают внутри все из мыльниц как бы сделали роскошный салон крутой все опции правильные так далее то есть эта машина в котором не западло сесть и с открытыми глазами тебе не актуально ну нет конечно я не расист почему это tesla 2.0 дело в том что компанию люсит вообще делали ребята которые ушли с теста потому что они с илоном маском поругались потому что тот хотел делать айфоны в мини в мире машин они хотели делать машины в мире машин только электричество в мире айфона аду кстати да но для понимания чтобы долго не рассказывать у них эталоном автомобиля когда они делали новую люсит всегда был бы м5 е39 на этом можно все диалоги закончить и действительно крутая тачка я даже прям смотрел ее в не смысле какой-то праздный интерес очень интересовал мне этот автомобиль она здоровая вообще как конкурент с-классу образно говорят только электрический и они изначально обещали даже там сзади кресла которые раскладываются но что-то у них не пошло они в предзаказе даже добавляли возможность потом почему-то съехали вот ждем когда будет сапфир который быстрее и tesla и zikra но при этом сзади можно лежа ехать она кстати очень красиво в отличие от того же zikra или tesla ну да она такая самобытный неплохой дизайн мне очень нравится этот автомобиль я ни разу не ездил но среди электричек наверно мне кажется самая красивая все подписчики знают подожди троллейбус электрический электрический раз мы настроились на электрическую волну расскажу про новый лотус давай во первых почему лотуса так распространились да мы думали что причина какие-то такие обычные а они метафизические потому что лотус или 3 делают в ухане а все что делать в ухане потом расползается на весь мир очень быстро распространяется все понятно во первых во вторых на базе или трену на той же самой технологической платформе был сделан седан который назвали имея то есть самое хорошее если вы купите две машины эльвиру и имеют вы скажете купил имею эльвиру короче будьте осторожны фанаты лотуса формулировка когда осторожнее чем я давай давай можно сказать имели лотус имели тоже неплохо или можно сказать лотус ем я получается для меня машина вот и все вот и весь ответ скромность поменьше ее она мешает в жизни тот же концерн что и не ну ты бессмертный что и джили тоже под 1000 лошадиных сил но уже призме лотоса да лотус учил ездить там регулируемые эти электрические стабилизаторы подречной устойчивости которые закручатся чтоб не было кренов интересно что будет дизайн очень похож черонообразный зад как бы много прорези впереди особое внимание на аэродинамику из интересного это не перестала подавления нет шумов которые мы на некоторых машинах уже видели полный лекс 600 там да но они заверяют шум внутри а эта машина замеряет движение колес и подвески снаружи из-за этого ты саму систему объяснил в общем в машине колонки издает звук чтобы затушить в фазе да от шумов но шум и она берет снаружи как бы из движения колес понимает какой шум будет внутри хотя до этого машины как бы внутри салона пытались против вас звук отправить быстрее это будет работать ну и что еще интересно до этого только европейцы этим баловались а сейчас и лоту заявляет что они сделали какой-то новый супер материал из отходов производства одежды хлопка из него там обшивают внутри все это не только экологично но и легче чем кожа за счет этого они выиграли в весе то есть очень легко научиться в эти маркетинговые тупые завлекалочки когда прессованную ферню продают дороже чем натуральную шкуру бизона у меня два комментария где мне я не то что прям перепрыгиваю переобуваюсь в воздухе но от меня не меняется то есть если когда лотус вот этот элетрия в начале лета начал в россии появляться и мне был какой-то пиетет к нему было интересно я чуть вживую посмотрел что прям вообще весь интерес упал ну и соответственно у меня к седану уже такой скептический настрой но посмотрим что будет наоборот я хотел сказать что мы с тобой как обычно в прошлый раз 911 ст раскатали уже прошли тест-драйвы дали покататься и все абсолютно обзорщики ну которые прямо вот даже шарит которые и фанаты porsche и наоборот все как и мы там любят там знаешь давага докопаться все хвалят ст потому что ее настроили именно по правильным канонам то есть это чтобы тачка на которой можно было наездить максимальный километраж не по треку а просто по дорогам общего пользования и для понимания чтобы ты прям вот может какой-то эти любовь проникся как ты знаешь у туринга ну и вот у карреры 911 сзади есть вот этот спойлер открывающийся ребята настолько замучились они говорят мы не хотим этот спойлер но аэродинамика есть нас не надо что-то взять они сзади добавили небольшой доктейл просто для того чтобы этот ублюдский спойлер поднимался не каждый раз когда ты до второй передачи добираешься выше 130 километров в час вот я думаю этой маленькой детали ты можешь увидеть чуть-чуть и проблески правильного подхода я пытаюсь до тебя пробиться что некоторые porsche все-таки бывают крутыми хорошо кто нажимает кнопку открыть спойлер на этом porsche вот на этих всех эсках и так далее думают что это круто выглядит это выглядит так будто вы забыли просто захлопнуть багажник и у вас щель там сзади потому что он поднимается под ним какая-то там требуха уродливая это просто кошмар у меня всегда аналогия есть в гриффинах эпизод где аналогия про питер гриффин очень гордится даже больше чем когда я был павлином гриффин хорошо поработал над отчетом андерсона давайте вернемся к реальным премьером которые для нас наверно ну как для народа или там для обеспеченного народа не знаю близки это новый бмв x2 что у нас есть по нему сказать приступим мне нравился предыдущий x2 он был не уродливый как большинство бмв сейчас к сожалению у него был такой динамичный облик и мне нравилась еще фишка что у него было два значка бмв два пропеллера на задних стойках в углах о боже мой да и это напоминало м2 как бы окей допустим до 2м как она была правильная новый ну стал по уродливее естественно как это положено новая вот эта концепция дальнейшая получил развитие зрачков фар но я хотел сказать моя первая мысль что вот мы прям видим до влияние бмв пятерки то есть в пятерка вот заложила новый тренд и видимо сейчас все новые модели которые выходить будут новая корпоративная стилистика там все остальное обычно что не может не радовать что электрическая машина откровенно уродливее чем обычную да где-то где-то сидит в недрах бмв какой-то вредитель олдскульный который работает льет воду на правильную мельницу естественно он вышел двух вариантах а и x2 и короче 500 версии до обычные движки там 64 цилиндра даже шесть помню нет цилиндров до 4 цилиндра основном еще если мы как бы говорим уже об автомобилях здесь электрическая начинка два гибрида появились которые классом получше чем x2 но их кто-то может быть даже будет покупать в россии потому что это не миллиардные там гиперкары это новый cayenne но его представили уже месяца три назад но его сделали гибридную версию с турбака сейчас вообще нет есть только turbo gt и говорят что будет потом turbo гибрид turbo с короче все топовые версии помимо turbo gt будут гибридными и такой же шняга постигла и новый mercedes мггт который мы в одном из прошлых выпусков разбирали подробно потому что это купешка теперь тоже будет гибридные 800 лошадиных сил и что самое грустное но это неизбежно уже обещают сухую массу не меньше 1970 килограммов то есть две тонны нет давай-ка забудем об этом это обычный весь обычный весит что он 970 они добавили еще аккумуляторы и огромный мотор который прибавил то ли 200 или 300 сил то есть это не такой моторчик как у вас вентиляторе понимаю да то есть это получается будет уже вес автомобиля как гелик и не сколько он я с половиной тонны будет ну а ты думаешь почему вы представили вот в таком виде затемненными передними фарами черными и затонированную а как будто быть почти гелик когда ну в общем понятно жирухи все машины жирухи это очень грустит и сегодня буду этой дифираму пить маку есть такая это не то чтобы новость это просто как бы общались с прессой маклареновцы и пресса у макларен спросили что мы ждем в будущем можем ли мы ждать электрический мак они сказали до 30 года точно отдыхайте вот аргументация как раз то что покорила и меня и сергея они говорят нормальный суперкар спортивный автомобиль не может быть тяжелым а электрокар и легкий автомобиль это разные полюсы абсолютно мое уважение да пока технологии не позволяют сделать легкий суперкар как бы а раз нет значит нам такое не надо да и в очередной раз тут хочется обратить мы это через выпуск возвращаемся насколько это важно и насколько это к сожалению в российском автосообществе недооценивается масса автомобиля потому что к примеру у нас могут очень любить вот тот же вот гибридный мггт или вот сейчас вышел с 63 новый но по-любому тачка крутая но они жирные они здоровенные да там новый м5 непонятно какая гибрид будет нет очень ждем кстати я вот думал уже выпустят выпустят все ждем они все тяжелющие и каждое поколение все тяжелее и тяжелее становится я не толстый это из-за меха я кажусь таким большим я пушистый а настоящие крутые тачки они не обязательно будут стоить миллиард евро есть как бы относительно ну как бы они все но дорогие но доступные образно говоря машины ты подвел к павлин новой mazda miata очередного рестайлинга а ну я к ней не подводил но кстати это mazda miata вот та же да и и все хвалят и не знаю gt86 toyota там вино alpine короче очень много есть классных тачек которые в реальности если вы за рулем прокатитесь на ней а потом на том же мггт с точки зрения управления намного больше эмоций даст вот любая такая малютка пара выпусков назад серега нелестно отозвался дизайне бмв пятерки но лесно отозвался новом я классе когда увидел это это воочию скажем так mercedes недолго дали спать спокойно сергей они сказали мы дадим ответку ты хочешь уродливую тачку мы тебе ее покажем появилось два концепта и как назло как бы один от бмв другой от mercedes да и плюс минус даже класс как будто бы по внешности похож концепт от mercedes называется целый класс он мне напомнил то как в девяностом году думали как будут выглядеть машины в двухтысячном то есть он слишком консервативный для концепта он слишком скучный слишком обтекаемый с огромной какой-то уродливой решеткой и опять логотипом mercedes теперь уже в головных фарах раньше было сзади а вот бмв как раз таки представили некий у нас есть переводчик в комментариях боря твой выход он нам подскажет как правильно это произносится мы пришли к выводу что это vision но и классе да как то так да аля новую пятерку бмв их новый дизайнерский язык она мне как раз понравилась тем что она действительно футуристичная но при этом не уродливая в ней что-то есть такая очень простая но вместе с тем элегантные формы акулоподобная морда как какая-то отсылка к старым машинам такая скошенная снизу вот она мне понравилась гораздо больше чем концепт mercedes но дня ассоциация вот морда с 34 кузовом где-то может быть даже раньше 28 а у mercedes ассоциация с мылом который уронили в тюрьме дорогой дневник мне не подобрать слов чтобы описать поле унижения которые испытал сегодня моя жизнь поломана навсегда не ассоциация с мылом у меня все таки киа здесь у меня ассоциация с этими вот глазами которые они реально в фарах нарисовали как будто это просто какой-то маленький монстрик из мультика детского но у него типа вот рот он злой весь такой сейчас будет тебя наказывать не знаю надувной бутылочек ну кому что серёг а вот как раз бмв вот представьте какому-нибудь фильм футуристичный вполне бы вписалась вот знаешь как можем чтобы без пошлости mercedes бы очень хорошо бы зашел бы в мультики про будущее а вот этот дом в фильме к дорогом про будущее мне кажется очень хорошая пара спасибо 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 кстати бмв обещают некую систему i drive панорамик vision что будет на все лобовое стекло дополнена реальность там знаешь какая-то потом будет просто два поворотника на наконец-то учились включать нет там вы дополна реальность то есть знак стоит 60 метров в час а там 200 просто ретушировать короче знаки а просто вот на этом новому лотося которому говорили седание уже есть 55 дюймовый проекция на лобовое стекло то есть практически на все лобовое стекло да может быть конечно отпечатка в пресс-релизе но за что купил зато продал как с долларом только наоборот как с долларом не бывает у нас еще есть две новости новости от итальянцев первое это то что выпустили наконец-то его представили очередной гиперкар который не факт реально ли сделать или нет это автомобиль bizarini giotto bizarini это очень знаменитый дизайнер и конструктор да он например забабахал движок в миуру в 12 он работал над ferrari 250 готова то есть такой вес имеет парень еще и в цирке не уступает но вот его машина это некий концепт причем с очень интересным движком необычным для современных реалий потому что там стоит в 12 объемом 6 литров 626 кубических сантиметров то есть ну 6 и 7 литров скажем так прикол в чем что этот движок соответствует всем экологическим требованиям норм по выхлопу да вот и спрашивается почему все говорят что нельзя так было сделать а его джуджаро по-моему делал да да джуджаро видно чуть-чуть это немножко рубленность такая единственный вопрос сделают реальным едущий автомобиль потому что пока мы видим вот этот мыло без салона очень красивый кузов до макет а что внутри непонятно этого хватит чтобы взять предоплату у шейхов а потом я не смогла да и возвращаясь как раз про выхлопы очень прикольная новость интересная все европейцы начали дудеть в дуделки что мы делаем все тачки экологичными поменьше выбросов нужно стандарты повышать и нормы естественно уменьшать вот должен был стандарт евро 7 2025 году вступить в силу а сами автопроизводители взяли и переобулись сказали он очень плохой мы не готовы и интересно как они все аргументировали не потому что мы слабые а потому что если нам внедрять его 2025 году мы меньше времени сможем выделять электроавтомобили по все свои инженерные силы мы направим на то чтобы соответствовать новым нормам выхлопа и не сможем делать электромобили и вот этот переход экологический отложится слушай а ловко ты это придумал и еврокомиссия послушала то есть видите надо исходить из ценностей своего собеседника если вы хотите его в чем-то убедить не надо рассказать про свои нужды расскажите про его вам нужны электромобили ну тогда отодвиньте нам немножко и они отодвинули хотя до этого производители были намного и готовы но ничего не помогало так что еще немножко поездим на машину но у нас уже и мастер-классы по переговорам просипендно еще две новости из италии одна точнее можно совместить это то что в очередной раз ferrari вокруг своей феррана катает новые тачки это все тот же говорим каждый раз и каждый раз нам эту новость составляют с новым дайджест нам не жалко да это будет последователь суперфаста новый в 12 и у нас даже в комментариях некоторые ошибочно думают что это ferrari рома они что ferrari рома с в 12 сделать нет ребят это просто тестовый мул более того ferrari есть даже история этих мулов они их потом мы либо продают за большие бабки либо хранят в музее при заводе например там есть 488 с непропорционально длинной жопы потому что или 48 то что это делали la ferrari и чтобы туда вставить в 12 они удлинили ее и беспалево катались как бы и так далее вот теперь они сделали рому с длинным носом чтобы сумму туда в 12 но на самом деле это не крайне рома конечно маскировка а второе шпионский автомобиль который был засечен это новый какой-то типа гиперкар скорее всего это будет версия подобной валькирии и тому подобным гипер гиперкаром новой волны на базе ferrari 499 которая выиграла лиман в этом году причем выиграла чудо можно сказать потому что я смотрел его даже болел за нее но им повезло но везет сильно а чё там случилось не случилось просто в чемпионате доминирует я не помню кто toyota помоли porsche или porsche и toyota они были такими андердогами но там одним не повезло другим не повезло они а потому что гонка лиман она гонка на вынос это самое большое испытание для автомобиля и здесь вот обратный процесс то есть ferrari построила гоночную машину и выиграл на и лиман и сделать сейчас из нее дорожную конечно очень дорогой ограничен экземплярах и так далее то другой автопроизводитель это астон мартин и вот как раз астон мартин валькере или валькирия они все-таки обещают что со следующего там года они будут выступать в гонках на выносливость вот в классе гиперкаров мне кажется это очень круто мы уже разок вспоминали круто что типа дорожные бренды и типа дорожные тачки будут кататься ты как чемпионате потому что последние 10 лет это были чисто класс прототипов ничего общего внешне хотя бы даже не имеется дорожную тачку круто круто ну что ж ребят в принципе мне кажется более чем достаточно мы высосали из пальца вот этих из поршня как я сказал новостей все таки ни одной большой премьеры которая нас касается но на x2 только в москве будут кататься все остальные автомобили где-то там непонятно что есть то есть к сожалению автопроизводители не радуют нас каждый месяц большими примерами экзотика тоже хорошо все-таки автомобильный мир прекрасен своим разнообразием если бы только утилитарные машины которые каждый день есть по улице было бы гораздо скучнее читать новости и фапать на автомобиле поэтому мы рады и таком да поэтому фапы на новый концепт цело электрический всем спасибо всем пока с вами был сергей и артемий до новых встреч пока